Здравствуйте! Это программа в Центре Событий в студии Юлия Давыдова. Смотрите выпуски. В присутствии губернатора в Сургуте назвали имена лучших педагогов года в Югре. Две победы и третье место. Хоккеисты сургутского олимпийца завершили спортивный сезон. ИЧП в сургутском районе, в поселке Солнечном, снег, сошедший с крыши аварийного дома, проломил вход в подъезд. Лучшие из лучших. В Сургуте назвали имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Педагог года». 70 претендентов из почти всех муниципалитетов округа боролись за награды в шести номинациях. Руководитель года, педагог-психолог, учитель родного языка и литературы, лучший воспитатель и, конечно, учитель года. Победителей определяла профессиональная жюри. Дополнительные баллы конкурсанты получали от учеников. С приветственным словом к гостям обратилась губернатор Югры Наталья Комарова. Учитель – это человек будущего, настраивающего большое количество людей, практически всех людей, на идеи, на проекты, на завтрашнего дня. Спасибо вам большое за каждый ваш трудовой час. По итогам конкурса обладателем награды «Учитель года» стала Наталья Алямкина из Пытьяха, педагог начальных классов школы номер 5. Сургутянка Лариса Сакур, преподаватель технологии школы номер 31, стала победителем в номинации «Сердце отдаю детям». Звание «Лучший воспитатель» досталось Ольге Крутьян из Березовского района. Ведущим в Югре педагогом-психологом стала Мария Котова, которая работает в Нефтьюганске. В номинации «Учитель родного языка и литературы» победу одержала Любовь Захарова из Белоярского района. Анатолий Черногалов увез награду «Лучший директор» в родной Нижневартовск. Победители конкурса будут представлять игру на всероссийском этапе. Вернулся в родную гавань. 18 марта исполняется 5 лет с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В этот день, в 2014 году, на основе результатов референдума, прошедшего на полуострове, в нашей стране появились два новых региона – город федерального значения Севастополь и Республика Крым. Пятилетний юбилей широко отмечается в России. Во многих городах проходят праздничные мероприятия. Не исключение и наш город. Сегодня в 17.00 перед главным корпусом Сургутского государственного университета пройдет торжественный митинг. Но мои коллеги узнали, как горожане относятся к состоявшемуся 5 лет назад историческому событию. Нормально. Так и должно быть? Так и должно быть, конечно. Нормально относимся, хорошо. Мы рады, что Крым присоединился к России. Ну, наш и наш. Наш, да. Рады мы за 5 лет там так и не были, конечно. Поэтому не можем оценить преимущества. Крым. Отдохнуть в летние каникулы на берегу моря, побывать в лингвистическом лагере может каждый ребенок из Сургута. Департамент образования и администрации города в этом году закупит почти 3000 путевок. Отправить заявление на получение услуги можно уже сейчас. Как это сделать, расскажет Катерина Абдулова. Екатерина Чекурова хочет отправить своего ребенка в летний оздоровительный лагерь в Краснодарский край. Привлекая то, что получить путевку можно бесплатно, все затраты компенсируют из бюджета округа. Родители платят только за дорогу до места отдыха. Подать заявление можно через портал госуслуги. Это занимает несколько минут. Удобство в том, что это очень быстро. В том, что все мобильно, все документы есть, все справки есть. Вы можете их спокойно прикрепить, отправить. И буквально через пять минут вам придет уже ответ на электронную почту о том, что ваше заявление принято. После подачи электронные заявления попадают в специальную базу. Время заявки фиксируется вплоть до секунды. Это позволяет создать абсолютно прозрачную очередность. Все пакеты документов, а их уже несколько сотен, обрабатывают специалисты департамента образования. В первые дни было очень много обращений. Больше 900 в течение дня. Вот первые дни подавали заявления родители, оформляли пакеты документов. Если говорить о направлениях, есть традиционные, очень любимые родителями наших школьников и дошкольников. Это же, конечно, Крым, Краснодарский край. Более 500 путевок по каждому из направлений планируется приобретать в этом году. Рассчитывать на путевку могут дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Помимо выездного отдыха за пределами региона предусмотрены и лагеря на территории Югры. Такие, как, например, Сибирский легион или Окуневские зори. Подать заявление можно и сейчас. Для этого нужны всего три документа. Свидетельство о рождении ребенка, справка формы 079-У и паспорт родителя. Татьяна Расторгуева, Катерина Абдулова, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Работа с возражениями. В 2018 году в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургута поступило более 4000 обращений. Основная масса претензий к магазинам. Это 3145 заявлений. Еще более 500 жалоб поступили на некачественно оказанные бытовые услуги. Лидерство в этой категории у мастерских по ремонту мобильных телефонов. Все чаще покупатели не могут вернуть деньги за товар или поменять некачественную бытовую технику на исправную. Меньше всего претензий у сургутян к качеству ювелирных изделий. Путем переговоров и путем решения вопросов в досудебном порядке были урегулированы споры. Сумма ущерба, которая была возмещена потребителям по итогам 2018 года, более 150 миллионов рублей. Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей оказывают консультационную поддержку и помогают сургутянам составлять заявление в суд. За 2018 год состоялось 61 разбирательство. Сумма требований более 16 миллионов рублей. В 70% случаев спорной ситуации удалось разрешить в досудебном порядке. Обращаются к нам не только жители города Сургута, но и потребители товаров и работ услуг, представленных на рынке города Сургута, всего округа практически. Даже звонки бывают из Москвы, люди бывают здесь проездом как-то, из Екатеринбурга, Новосибирска, то есть различные ситуации бывают. Если они приобретали товар и работ услуги, они вправе к нам обратиться за защитой своих прав. И поскольку они приобретали на территории города Сургута, то нам уже проще оказать им содействие в урегулировании спорной ситуации непосредственно с продавцом или с исполнителем. Идти в будущее, опираясь на прошлое. В Сургуте прошла седьмая детская научно-практическая конференция «Традиционное ремесло и декоративно-прикладное искусство. Прошлое, настоящее будущее». Организаторы – историко-культурный центр «Старый Сургут» и библиотека имени Пушкина. В рамках конференции состоялись мастер-классы, где в роли преподавателей выступили школьники. Посетила творческие уроки и наша съемочная группа. Елизавета Арнаут участвует в конференции впервые. Представила здесь свое новое хобби – ростовые светящиеся цветы. Научила ее этому искусству педагог по труду. Она же и рассказала девочке о конференции, в которой можно поучаствовать. Я узнала много нового о декоративно-прикладном творчестве, послушала других ребят. Это очень интересный опыт выступать, и это, думаю, мне поможет в будущем. А ведь действительно такой опыт помогает. Подросткам с навыками самостоятельной исследовательской работы проще потом учиться в УЗИ. Они сами об этом говорят. Да и вообще традиционное народное искусство является базой для современного творчества. Вот поэтому организаторы проводят это мероприятие каждый год. Юные исследователи изучают в теории и на практике традиционный ремесла, современный дизайн, декоративное искусство. Работают по принципу. Один ребенок углубился в тему и изучил ее досконально, пришел и научил других. Причем эти мастер-классы пользуются колоссальной популярностью как среди детей, так и среди взрослых. И порой научные руководители, наставники. Они для себя открывают очень много нового и интересного. Пользуется колоссальной популярностью и вся конференция в целом. Если 7 лет назад организаторы начинали с 12 участников, то сейчас заявляются не меньше 50. Причем выросло не только количество, но и качество. Мастер-классы являются не только познавательными уроками, но и средством реабилитации, например, для маломобильных детей. Екатерина Любешева, Ольга Евдокишина, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Сургутяне развивают новый вид зимней активности. В 15 километрах от города в ДНТ Богдановском открылся вейк-парк, и на нем уже прошли первые соревнования. Суть в том, что человек на сноуборде пристегивается с помощью специального снаряжения к электрической лебедке и катается по ровной поверхности. Не нужны ни горы, ни ветер. Здесь можно как освоить азы владения специальной доской, так и выполнять различные акробатические трюки. Аналога в такой площадке в Югре нет. Стартап запустили кайтеры-спортсмены, катающиеся на лыжах или сноуборде при помощи воздушного змея. Чтобы не ждать у поля погоды и качественнее готовиться к соревнованиям, они и открыли этот вейк-парк. Сам вейкбординг уже давно в России развивается. Понятно, он пришел из-за рубежа, и в основном все катались по воде. Но Сургут и наш регион, собственно говоря, подходят максимально для зимнего вейкбординга. И в нашем регионе это первое такое сооружение, первые тренажеры. Мы хотим, понятно, что мы это все придумали для себя, но мы хотим создать секцию и детскую, и секцию любительскую, и профессионалов по вейкбордингу. Сезон завершен. Хоккейный клуб «Олимпиец», составленный из ребят 2005 года рождения, сыграл два заключительных матча первенства страны среди воспитанников спортивных школ. В гости в Сургут приехала идущая четвертая команда «Хризатил» из Свердловской области. Соперники – соседи по турнирной таблице. Потому накал борьбы в первой встрече вполне объясним. Основное время завершилось в ничью. Не удалось выявить победителя и в дополнительные пять минут. В итоге победу «Олимпийцу» принес «Буллит» в исполнении Савелия Зайцева. Вначале было сложно, потом быстро отыгрались и, как говорится, довели игру до ничейного результата в основное время. Могли забить и в овертайме были возможности. Но по «Буллитам» не повезло, потому что «Буллит» – это лотерея. Тут везет, как говорится, тому, у кого нервы сильнее. Второй матч сложился иначе. Хозяева «Льда» проводили больше времени в атаке. Чаще бросали по воротам «Хризалита» и это принесло успех. «Олимпийц» разгромил соперника со счетом 5-0. Хэт-трик, то есть три шайбы в одной игре, забил нападающий Тагир Магомедов. К сожалению, двух этих побед сургутянам не хватило для того, чтобы побороться за выход из второй подгруппы в дивизион сильнейшим. По итогам чемпионата наша команда осталась на третьей строчке, пропустив вперед СКА «Юность» из Екатеринбурга и Тюменский легион. К сожалению, не удалось нам. Немного отстали мы на три очка от второго места от СКА «Юности». Поэтому третья заняли. Конечно, хотелось бы большего, но есть за чем работать. Дальше сейчас у нас тренировки. Апрель-май тренируемся и уже готовимся к следующему сезону. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в предпоследнем туре предварительного этапа Российской Суперлиги уступил на выезде Санкт-Петербургскому «Зениту». В стартовой партии хозяева площадки выглядели лучше своих оппонентов и обыграли сургутян 25-17. А вот второй и третий отрезки матча прошли в более упорной борьбе. Но в концовках каждого из сетов сильнее были питерские волейболисты. 0-3. Поражение «Газпром Югры». Наша команда после этого тура опустилась на девятое место в турнирной таблице. Вернуться в зону плей-офф северяне смогут чуть меньше, чем через неделю. 23 марта в Москве состоится встреча 26-го тура против «Динамо». Сложилось как карточный домик. В поселке Солнечном Сургутского района обвалилось крыльцо двухэтажного жилого дома на улице Космонавтов 40. К счастью, в момент обрушения никого у входа в подъезд не было. Как говорят жители, на козырек с крыши упала глыба снега. Ветхие балки такого веса не выдержали и переломились. По нашим данным, строение признано аварийным и подлежащим расселению 3 года назад. Износ деревянных конструкций всего дома превышает 50%. Я на работе был, честно. Это было утром. Когда? Наверное. Днем или ночью было. Вчера? Нет, это уже 4 дня. 4 дня. Это снег сошел, получается, да? Когда? Так, когда ветер был, по-моему, сильный. Вот тогда было. Выходим на конечный. В Сургуте подростков высадили из автобуса номер 47. Пассажиры пожаловались на действия кондуктора и водителя в социальных сетях, сопроводив претензии видеозаписью. Молодые люди, по их словам, сели в транспорт на остановке медучилище. Доехав до поликлиники геолог, к ним подошла кондуктор и потребовала либо заплатить еще раз за проезд, либо выходить. Свои действия она мотивировала тем, что автобус доехал до конечной. Позже к перепалке подключился и водитель. Нам вообще пофигу, куда тебе надо. У нас есть конечная. Рубаешься. А что с тобой, шепотом говорить, что ли? Я же вам сами спокойно. Ты быстрее. Больше новостей есть на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. 27 марта. Сургутская филармония. 19.00. К юбилею ACDC. Highway to Symphony. Первый в мире опыт слияния музыки легендарных австралийцев и симфонического оркестра. В аквакомплексе «Филин» снова акции для детей и их родителей. Детям ростом до 1 метра вход бесплатный. Детям ростом от 1 метра до 155 сантиметров 400 рублей за 4 часа. Для взрослых 600 рублей 4 часа. Приезжайте всей семьей в аквакомплекс «Филин». 4 бассейна, финская сауна, турецкая парная, инфракрасные кабины. Поселок Финский. Телефон 51-81-71. Подробности об условиях акции в группе vk.com. Филин Сургут. Детский развлекательный центр «Остров пиратов» приглашает детей и родителей отметить день рождения, отдохнуть в семейном кругу, повеселиться на игровой площадке, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Торговый центр «Вершина», пятый этаж. Подробности по телефону 33-23-20. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему? InConti Lace. Запатентованные безопасные технологии лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой. Без операции и реабилитации. Технологии из Европы, теперь и в Сургуте. Косметология будущего «Голдберг». Проспект Ленина, 18. 1 миллион 750 тысяч рублей, и вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой», улица Есенина, 2, телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Только в эфире «ЛАВ-Радио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «ЛАВ-Радио». Здравствуйте! Информация о погоде на 18 марта. В студии «Айгуль Кунахович». Западный Сибирь под влиянием антициклона. В регионе тихо и умеренно холодная погода. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 6. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2019». Скидка на всю зимнюю обувь до 50%. Большая распродажа зимней коллекции в салонах обуви «Саламандр» со скидкой 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомогнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 767 мм тутного столба. Прыгать, бегать и кататься. Играть, носиться, кувыркаться. Лететь, шагать, в воде плескаться. И детством волю наслаждаться. Одежда «Олдос» – все лучшее детям. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю благотворного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова